Всем привет! С вами Руслан Матусевич и сегодня мы изучаем элемент Неваляшка. АЕ! Вот мы и добрались до элементов, которые связаны с атакой пола. Сегодня мы изучим технику Неваляшки и сможем в любой момент при каком-нибудь падении, подскользнувшись на льду, вы спокойно встанете на ноги, используя технику элемента Неваляшка. Нам нужно понять работу ног. Для этого мы тренируем элемент Детская Неваляшка. Движения ногами делаются такие же, как на бэкспине, только мы не закручиваемся на спине, а доводим ноги до начального положения. Это и есть детская Неваляшка. Очень простое движение, которое учится буквально за 5 минут. Здесь самый главный нюанс – это поднимать поясницу, чтобы вы проходили на плечах. Следующее – нужно наработать стойку на левом и на правом плече. Сам элемент состоит из трех частей, которые мы будем учить последовательно. Первое – это опускание вниз с ног. Встаем, ноги ставим поощрить друг от друга, уводим руки за спину, за левое плечо и, разворачиваясь на левой ноге, поднимая правую, ставим за себя руки в пол. Теперь мы опускаемся плавно на плечо. Сгибаем левую руку, ставим на локоть и переходим на плечо. Мы оказываемся в стойке на левом плече с упором на левую ногу. Второй этап – это перекатиться на плечах. Слева плеча перейти направо, по спине. Вот мы оказались в стойке на левом плече с опором на левую ногу. Отталкиваемся левой ногой, переходим на плечи, переходим на правое плечо и упираем в пол правую ногу. Третий этап – это подъем в ноги. На начальном этапе предлагаю ставить правую ногу на коленку, чтобы было проще. Оказались на правом плече, поставили на пол правую коленку, вымахиваем ногой вверх, руками выжимаем себя, поднимаем головы и плечи, поднимаемся на правую ногу с коленки и за себя доворачиваем левую ногу. Как только натренировали подъем через коленку, теперь ногу на пол не ставим, колено, а выжимаем себя. Нога – левая вам помощник, машем ей вверх и двумя руками выжимаем себя. Выталкиваем и заводим ногу за себя. Вот и все. Вот они, три этапа. Первый – это заход, опускание на плечо. Второй этап – перекатиться с левого плеча на правое. Третий этап – это выжать себя на правую ногу и за себя поставить левую, развернуться. Каждый этап тренируется отдельно, натренировываете, чтобы была легкость в движениях, а потом потихонечку соединяете. С каждым разом плавность в движениях все будет лучше и лучше, и потом движение будет целое и единое. Неваляшку можно делать без рук. Видите, при опускании на спину я не ставлю ни руку, ничего, сразу опускаюсь на плечо. Это чувство высоты, которое приобретается со временем. Не надо пробовать делать так сразу. А при подъеме я использую правую руку, правый локоть, выполняя им отталкивание. В дальнейшем, чтобы движение было чуть-чуть амплитуднее, при заходе можно выставлять ногу чуть-чуть вперед, чтобы у вас корпус уже был под наклоном, и тогда движение будет быстрее. Элемент выглядит очень эффектно. Но, по сути, научиться ему довольно-таки легко. Занимаясь в нашей школе брейк-дансом, этот элемент начинаем учить на первом году обучения, и дети уже выполняют его, конечно же, с меньшей амплитудой, при помощи рук, движением разбито по частям, но они уже могут опуститься на плечи, перекатиться на другое плечо и подняться. Всем это движение очень нравится, приятные тренировки, ловите кайф, помните, да? Чтобы научиться делать элемент, нужно просто сделать его 5000 раз, каждое упражнение, и все будет круто, элемент будет у вас на высшем уровне. Все, всем пока, хорошей тренировки! Продолжение следует...